Итоги прохождения минувшего осенне-зимнего периода и подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к следующему отопительному сезону. Эти вопросы стали основными на заседании правительства Тверской области, которое 18 мая провел губернатор Игорь Руденя. Глава региона не всем остался доволен, о чем он рассказал журналистам на традиционном пресс-подходе. Глава региона отметил, что ежегодно увеличиваются объемы работ, проводимых на сетях в рамках подготовки к зиме. В регионе строятся новые котельные и распределительные узлы. Причем эта работа ведется во всех муниципалитетах, не только в крупных городах, подчеркнул Игорь Руденя. При этом губернатор обратил внимание руководителей энергоснабжающих компаний на недопустимость продолжительного отключения света, зафиксированного минувшей зимой. Они все взрослые люди, все понимают, что сидеть неделю без света в 21 веке в центральной России, ну это ненормально. Поэтому я думаю, что правильно воспримут нашу критику и приведут работу над ошибками, и приведут в нормальное состояние всю энергосистему, которая находится у них в прямом подчинении. Однако при этом было немало положительных моментов. В частности, в Тверской области в нормативное состояние привели 112 котельных, более 53 километров тепловых сетей, более 37,5 километров сетей водоснабжения и 1,7 километра сетей водоотведения. Заметно выросла готовность муниципалитетов к отопительному сезону. Практически в два раза выросла готовность получения паспортов готовности. Причем очень, скажем так, придирчиво работают государственные структуры, которые принимают все документы, принимают состояние готовности. Поэтому это очень хорошо, когда под таким жестким пристальным контролем мы видим, как все равно устойчиво растет из года в год готовность к прохождению отопительного периода. Едва подведя итоги минувшего отопительного периода, правительство тут же обсудило первые шаги по подготовке к будущей зиме. В частности, в текущем году проведут капремонт 20 объектов в 15 муниципалитетах. Новые котельные построят в Оржеве, поселке Сандово, сельском поселении Застолбья, Ромешковского района, в селах Пушкино и Медное Калининского района. Также предстоит модернизировать 3 километра 300 метров тепловых сетей. По поручению главы региона, все работы должны начаться уже в мае и завершиться к сентябрю. Еще одной важной тенденцией, которую надо сохранить, является стабилизация уровня платежей населения. Мы за последние годы стабилизировали тарифную политику, нет резкого роста. И в том числе мы сегодня вышли в уверенную середину и даже чуть-чуть ниже по субъектам ЦФО, по уровню тарифов. Своевременная и качественная подготовка к отопительному сезону, а также его безаварийное прохождение, персональная ответственность глав муниципалитетов и руководство профильных подразделений правительства Тверской области, подчеркнул Игорь Руденя.